МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Три гектара земли раздал родственникам. Главу Дербенского района подозревают в растрасе в особо крупном размере с использованием служебного положения. Бой ночному пьянству или как в Махачкале закрывали пивные бары без соответствующих документов. О рейде активистов «Трезвой России» сегодня в выпуске. Ресторанный сервис приготовления блюда и выпечка от шеф-поваров со всего мира. Второй международный фестиваль гастрономического туризма «Визит Дагестан-2019» начал свою работу в Махачкале. Задержан и доставлен в Москву. Глава Дербенского района Магомед Джалилов обвиняется в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, чиновник незаконно передал собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составляет более 3 миллионов рублей. По предварительным данным, рыночная стоимость участка может достигать более 20 миллионов рублей. В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства Магомеда Джалилова и в администрации Дербенского района. Экс-министра здравоохранения Дагестана отправили под домашний арест. Такое постановление вынес Кировский районный суд. Верховный суд республики оставил его без изменения. Танка Ибрагимов находился под арестом около 9 месяцев. Новые эпизоды обвинения ему не предъявляли с июля 2018 года. Таким образом, высшая судебная инстанция Дагестана не нашла серьезных доводов для дальнейшего пребывания экс-министра за решеткой. Пора сказать алкоголю «нет». Многочисленные жалобы на шум ночью и пьяные выходки стали причиной антиалкогольного рейда трезвой России. Команда федерального проекта посетила пивные бары Махачкалы, расположенные вблизи жилых домов. Как выяснилось, не все имеют соответствующие документы. Все подробности у Камиля Девятого. Скопление пьяных, вечный шум, ругань и драки. И это не первые жалобы от людей. И за дня в день жители редукторного поселка страдают от безобразного поведения посетителей близлежащих баров. Активисты трезвой России зашли в бар, расположенный по улице Петра Первого. В этом заведении алкоголь, как выяснилось, реализовался после 20.00 и без соответствующих на то документов. Я знаю, если ты имеешь право, действительно, чтобы на проверки идешь. У вас бумаги нет на эту? У вас бумаги не нужна. Вызов уже хватает. Вот у меня вызов есть, люди, которые сделали 0-2 вызов. Сообщение есть у меня. Совместно с нарядом полиции, прибывшим на место, контрафактный алкоголь был изъят со склада. Пацаны, подключайтесь. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Молодые активисты из-за движения «Трезвая Россия» таким образом проявляют свою гражданскую позицию. Ведь, как все мы знаем, алкоголь есть зло, от которого страдает все общество. Были обращения в социальные сети Инстаграма о том, что данное заведение мешает им спокойно, комфортно, находясь у себя дома в течение долгого времени. Поэтому мы выехали по месту, выявили факт правонарушения. Здесь имеют десятки и десятки нарушений. В данный момент первый этаж у нас работы. Выявили факт продажи алкоголя. В дальнейшем мы будем подключать другие инстанции, чтобы данное заведение и данные магазины не мешали людям комфортно отдохнуть у себя в доме. Рейды по барам «Ахачкалы» трезвые активисты планируют проводить регулярно. А владельцам таких питейных заведений надо работать по закону или менять сферу деятельности, считают борцы за здоровый образ жизни. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Махачкала». Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы России признало четыре авиакомпании, нарушившими федеральный закон о защите конкуренции. ЮТЕИР, Нордстар, Победа и Россия. Они, по мнению ведомства, устанавливали экономически необоснованные тарифы на пассажирские перевозки по маршруту Махачкала-Москва-Махачкала. Цены на авиабилеты для пассажиров различаются не в зависимости от затрат авиакомпании, а от времени покупки билета. Рассматривается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Экологическая катастрофа. Полиэтиленовая пленка на больших полях. Такую картину можно наблюдать в Кизлярском районе. В Россельхознадзор Дагестана поступила жалоба на захламление земель сельскохозяйственного значения. Специалисты установили, что это пленка, оставшаяся после сбора урожая арбуза в прошлом году. Поле было перепахано и засеяно семенами озимой пшеницы. Прошло более полугода, ростки пшеницы начали всходить, а полиэтиленовые пленки по-прежнему кружат поле и расстилаются на многие километры. Арендатор земли свою вину отрицать не стал и признался, что периодически получает упреки в свой адрес по данному факту. Но провести своевременные работы по уборке ему не удавалось в связи с плохими погодными условиями. Но по словам специалистов, аналогичные картины можно наблюдать практически на всех землях Кизлярского района. Информация о ситуации неоднократно направлялась в адрес руководства района. Мы хозяева земли, мы аренду дали их на 49 лет. Я и поднимал вопросы, эти вопросы поднимал, чтобы они, когда будут давать аренду именно под бахчик, где пленкой будут накрывать свою продукцию, чтобы они убирали за собой. Именно кому они отдают. Им же легче сразу, когда после того, как урожай убирают, вот тогда же легче его убрать. Она уже целый год зимой, когда простояла, она уже негодно, она уже рвется, она ветром разносит по всей территории администрации. Она не только там в поле, она же оттуда несет, сюда в село, и мы каждый раз приходится нам убирать это все. По данному факту составлен протокол, предусматривающий штраф от 20 до 400 тысяч рублей. Из-за весенних заморозков в горных районах республики погибла часть потенциального урожая плодов. По предварительным данным Минсельхоза пострадали насаждения в Унсукульском, Гиргебельском и Шамильском районах. Всего в этом году планируется собрать 190 тысяч тонн плодов. Отметим, абрикос является наиболее подверженной воздействию заморозка плодовой культурой, в среднем ежегодный сбор которой составляет 35 тысяч тонн. На данный момент потери урожая уточняются. На федеральной автодороге Астрахань-Махачкала прошли совместные учения сотрудников МЧС, ГИБДД и службы медицины катастроф. Спасателям и пожарным предстояла быстрая и слаженная работа. Это тушение горящего автомобиля и передача пострадавшего скорой помощи. Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России ПРД Олег Колпиков, совместные учения позволяют совершенствовать практические навыки подразделений в ликвидации последствий ДТП. 250 саженцев, 5 видов деревьев высадили на территории дома-интерната «Забота» сотрудники полиции Дагестана. Дети уже давно нуждались в зеленой зоне прогулок. Ухода требовало и само здание. Сотрудники полиции побелили его фасад, освежив внешний вид. На сегодня в интернате находится 100 детей. Все они трудились наравне со взрослыми и обещали ухаживать за будущим садом. Отметим, что инициатива «Помочь интернату» исходила от министра внутренних дел республики Адурашида Магомедова. Это не первая акция. Представители МВД регулярно посещают интернат. Вот такой вот будет парк здесь. Наверное, уже буквально через годика 3-4 все здесь зацветет. И уже дети смогут здесь гулять, ходить. Столько людей. Такой, можно сказать, праздник даже для детей. Дети сажали деревья. Мы это все запечатлели. Бесстрашный герой. Так называют Гусейна Раджабова. Маленький мальчик, рискуя собственной жизнью, спас девочку, тонущую в реке. Ему всего 9 лет. Поступок юного героя из Буйнакска отметили. С ним и его родителями встретились представители Муфтия от республики. Гусейна не раз награждали за проявленное мужество, но на этот раз почетная грамота от имени Муфтия шейха Ахмада Афанди была вручна его родителям, которые воспитали достойного сына. У него папа и военный тоже. Про такие ситуации тоже он слышал много. И все это, и военные тоже воспитание заодно у нас и идет. И сам по себе тоже он очень добрый мальчик. И он готов заступиться за ребенка. В школе даже за одноклассника может заступиться, если кто-то обидит его. Кто-то и весь домой придет весь оборванный, порванный, с кем-то подерется за кого-то. Он всегда такой у нас альтруист. Нельзя играться на речку, а то вы можете покалечить себя или других. А ты решил, после этого ознакомиться плаванием, не думал об этом? Ну, папа и мама у меня ходят записать музыку и на плавание. В следующий год. А какой ты самый любимый предмет в школе? Чтение. Чтение? Почему? Потому что там дагестанское же чтение. Кулинарные мастера из Франции, Македонии, Италии и множество других стран собрались в Махачкале. Все для того, чтобы поделиться опытом с коллегами. В Махачкале на площадке торгового дома Киргу прошло открытие второго международного фестиваля гастрономического туризма «Визит Дагестан-2019». Побывала на масштабном мероприятии наш корреспондент Алина Багилова. Готовить хорошо. Хорошо готовить еще лучше. Повара и эксперты по кулинарии из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья приехали в Дагестан мастерство свое показать, да на других посмотреть. А посмотреть на огромной площадке торгового дома Киргу было на что. Блюда на любой выбор и вкус. Работы кулинарных дел мастеров из Италии, Македонии, Франции, Арабских Эмиратов и даже из далекой Исландии. Участники едины в одном. Мастерство, обмен опытом и просто новые знакомства с коллегами это, безусловно, нужно и важно. Такого рода фестивали должны проводиться чаще, уверены многие. Прежде всего, я очень рад, что этот фестиваль проходит во второй раз. Когда в прошлом году на закрытии фестиваля была высказана надежда, что он станет традиционным, и вот я теперь вижу, что эта надежда теперь реализуется, и мы теперь уже во второй раз собрались на чемпионат в Махачкале, причем он стал более масштабным, более представительным, с более широкой географией, и я очень рад этому. Очень много друзей, очень много знаний, очень много новых специалитетов, блюда, которые мы почти первый раз видели. Я думаю, что Дагестан будет центром гастрономического туризма, потому что это будущее. Первый сезон прошел, хорошо, второй отлично. Так что спасибо всем в лице Махача, всем, всем, кто принимает участие, организаторы, население Дагестана. На самом деле мы просто любим. Другими словами не могу сказать. Это сегодня как нам вознаграждение. Я тоже попрошу национальность дагестанскую, можно? Стол, наверное, это такая уникальная вещь, которая сближает народы, сближает людей, неважно, какой они национальности. Наверное, это самое главное на нашем фестивале, то, что национальности нет. Есть люди, объединенные одной идеей, есть люди, которые стремятся сделать так, чтобы Дагестан был известен не только в России, но и на международном уровне. Пускай мы заходим через кулинарию, пускай мы заходим через нашу дагестанскую национальную кухню. Этим нужно гордиться, это нужно развивать. Ресторанный сервис, кондитерское искусство, выпечка. Фестиваль продлится до 13 апреля. Церемонию открытия посетил глава Дагестана и другие официальные лица. Владимир Васильев посмотрел площадки и даже попробовал некоторые блюда. Сам факт вашего приезда – это для нас гордость, честь и возможность. Возможность воспользоваться тем самым, что мы назвали индустрией гостеприимства на самом высоком уровне. Церемония открытия завершилась выступлением звезд дагестанской эстрады, танцами и совместной фотосессией на память. Отметим, торговый дом Киргу постоянно выступает инициатором таких масштабных мероприятий. Это уже второй фестиваль, организованный компанией. В планах организаторов сделать гастрономический фестиваль ежегодным с привлечением еще большего количества участников. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». В рамках празднования Года театра в городах и районах Дагестана проходят культурно-просветительские мероприятия. Так, Унцикульский район не стал исключением. В клубе поселка Шамилькала прошел фестиваль-смотр творческих коллективов, центров культуры и досуга. Поддержать творческие коллективы пришли представители районной администрации, руководители и сотрудники структурных подразделений отдела культуры. В завершении мероприятия всем выступившим коллективам вручили дипломы и памятные подарки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok